Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Шатров и у нас сегодня класс Adobe Lightroom практика обработки фотографий. Мы будем сегодня в течение 3-4 часов разбирать фотографии и пошагово смотреть, что с ними делать можно. Каждый кадр, который я буду проходить, я буду описывать по шагам. Я перейду сразу в режим Develop нашего Lightroom, нажимаем английскую клавишу D, переходим в Develop, но любой обработочный файл в левой панели в разделе Snapsures в протоколе обработки содержит шаги, которые я буду по ходу рассматривать и комментировать. Поэтому, когда дома вы скачаете этот архив и будете по шагам фотографии отсматривать, ориентируйтесь на вот этот протокол в левой части. Я в нижней части создал очень много виртуальных копий каждого файла для того, чтобы нам удобнее было это листать, но повторю, у вас будет один ДНГ и под него очень много в левой части шагов различных обработочных. Поговорим мы сначала о важной теоретической части, буквально 5-8 минут, как зонная система Адамса Арчера и гистограмма. Это основное, с чего мы будем начинать перед тем, как фотографию обрабатывать, потому что каждый снимок, который мы обрабатываем, должен быть обработан с пониманием, то есть каждый шаг должен быть осмыслен и за ним должно быть обоснование. Иначе, ах, я там поиграл движками и метался влево-направо, ничего хорошего обычно не дает в качестве результата. То есть, да, поиграть можно, но не более того. Мы начнем с зонной системы Адамса Арчера, которую анонсировали еще в 39 году, 1900, Анс Лядамс и Фред Арчер, американские фотографы, сказали так, что любой освещенный объект, в природе, который мы фотографируем, можно разбить на 11 зон или 11 ступеней от самого темного до самого яркого, шагом в один стоп, в одну ступень экспозиции. То есть, каждый шаг это изменение освещенности в два раза. Существуют темные тона, средние и светлые, и в каждой из этих групп есть свои вот эти вот зоны, от нулевой до десятой, самой светлой. То есть, если мы говорим про темные тона, то начинаем это все с нулевой зоны, то есть, абсолютно черного тона, черная плашка. Если бы физики достигли абсолютно черного тела, то, скорее всего, это была бы нулевая зона. В ней, в этой зоне нет ничего, кроме вот абсолютной черноты, отсутствия малейшего отраженного света. Первая зона – это темные тона, близкие к черному. Вторая – это первые проработки деталей в фактуре. Самые первые – это контурные линии, какие-то глубокие тона. Умеренно темные тона живут уже в третьей зоне. В них читается фактура. Ну, вот этими четырьмя зонами описываются все темные тона, которые есть в фотографии. Почему важно вообще про это говорить? Когда мы делаем кадр, мы примерно отсматриваем изображение, видоискатель, понимаем, каким он должен быть при обработке. Ну, или хотя бы задумываемся об этом рано или поздно. Так вот, правильно позиционированный объект по этим самым зонам позволяет нам и этот объект правильно показать зрителю. Средние тона – это то, что очень любит наш человеческий мозг. Это с четвертой по шестую. То есть, средняя по плотности тень – это четвертая зона. Темный камень, загорелые люди. Я тоже покажу в качестве примера. Если бы мы поехали на месяц на море, то у нас, скорее всего, кожа была бы в четвертой зоне. Но, сидя в кабинете долгое время, кожа переходит в пятую зону, то есть, стандартный серый тон с отражающей способностью 18%. Там чистое небо и в облачную погоду деревья, то есть, максимально нейтральные. Шестая зона – это кожа модели, забеленная на операционном столе, на съемочном. То есть, самые светлые тона кожи – это шестая зона. Все, что отвечает за светлые тона, это, как правило, это света, если говорить. Седьмая – это светло-серые объекты, снег при отсутствии яркого освещения. Текст на белой бумаге, типографский – это тоже идет седьмая зона. Восьмая – это проработка белого тона с деталями. В принципе, на восьмой зоне можно было бы и остановиться, потому что здесь у нас есть уже проработанная фактура в светах, и фотография выстраивается по динамическому диапазону, а чем шире разброс между зонами, тем больше динамический диапазон. Но, если мы добавим девятую зону сюда, то есть, это белый тон с минимумом фактуры, тогда мы получим еще одну ступенечку для анализа, еще более широкий динамический диапазон, и тем самым фотография объем приобретет. Мы это так называем счастливый белый, то есть, не такой страшный красный, как у Скорсезе, а более приятный визуально. Так вот, если в кадре есть девятая зона, внимание, у нас сразу же появляется дополнительный объем и анализ. Кадр намного благоприятнее воспринимается. Десятая зона – это белый тон, источник света, блики, солнца, луна без фактуры. Это все десятая зона, это источник, как правило, это такая пережженная область, которую нужно тоже корректно отрабатывать. Но это общая теория, я вижу, что в аудитории много тех, кто прошел у меня уже и курсы, и классы. Я просто память освежаю эти вещи. Сейчас пойдем, например, все отсматривать, потому что многие вещи вроде бы известны, но нужно их проговорить хотя бы, чтобы вы втянулись. Вот у меня есть некая фотография. Перейду в режим Develop и буду эту фотографию анализировать. Начинаем мы всегда с того, что анализируем наше изображение. Кадр сделан камерой. Это Sony камера, просто в данной ситуации даже это не важно. Главное, что это объектив 24-70 с поджатой до десятки теофрагмой. То есть проработка переднего плана будет полной, видна будет детализация, не будет мыльных участков по краям кадра, потому что оптика поджата сильно. ISO 400 на 1,400 сделан кадр. Это приемлемые значения для современных камер. Высокая ISO 400 нормально, но все равно нужно будет давить шумодавом цветовые, особенно выпадения в этом кадре. 1,400 говорит о том, что кадр будет не шевеленным. Это первый первичный анализ. Дальше я смотрю всегда сначала на гистограмму. Вот в правой части у нас живет гистограмма, то есть распределение освещенности в нашем кадре. То есть если зонная система это был первый друг для понимания ситуации, то гистограмма это второе, даже может быть самый главный наш товарищ. Фактически можно говорить, что вот эта зонная система, это от 0 до 10 зонная плашка, ложится на эту гистограмму. То есть от 0 до 255, это все равно то же самое, что от 0 зоны до 10. Если также это симметрично отложить на оси Х, вы получите примерную разбивку по зонам. Если на эту гистограмму сейчас смотреть, то видно, что в левой части у нас живут темные тона, в центральной средней, в правой светлой. Видно, что сейчас это изображение находится на границе в основной массе между темными тонами и средними, с небольшим всплеском цвета. Причем чем отвеснее сброс в световой части, чем более отвесный кусочек гистограммы, тем контрастнее будет диапазон в кадре, вот этот вот яркостной, который мы и отсматриваем. В данной ситуации небо достаточно контрастно, но кадр недоэкспонирован, потому что вся масса живет практически в теневой области, и нужно будет эту фотографию выправлять. Вообще наша гистограмма, это наш источник анализа, это единственный объективный критерий для анализа фотографии. Если нам мешает цвет, мы всегда можем перейти в ЧБ, для того, чтобы глаз не забивать, потому что гистограмма строится по трем каналам, красным и зеленым, и синим, но нас интересует усредненное, то есть любое выпадение в любом из каналов мы уже воспринимаем как значимую информацию. Напомню, что в Lightroom гистограмма наша делится на 5 частей. У нас есть черный, blacks, shadows, теневой диапазон, видите, в нижней части подсвечивается, Exposure, это средние тона, там Midtones, Exposure, это все синонимы в данной ситуации. Дальше Highlights, высокие цвета и белый, то есть самые светлые, самые белые участки кадра. Можно говорить, что вот blacks, это с нулевой по вторую зону примерно, shadows, это граница 2-3, там по 4, начало 5. Средние тона, 5-е, там по 7-ю, условно говоря. 8-е, 9-е, такие явные, это высокие цвета. Ну, граница условная, но принцип тот же, потому что наша вот эта вот зонная система нам позволит кадр анализировать. Итак, что с фотографией не так, помимо того, что она недоэкспонирована? Мне хочется фотографии расширить динамический диапазон, то есть разнести так называемую точку черного и белого. Это самые визуально значимые темные и светлые, соответственно, точки в кадре. А в данной ситуации у меня точка черного. Да, вот живет здесь, где-то в районе первой-второй зоны. Причем это не самые крайне левые, касающиеся оси Х, точечка на гистограмме, а это именно визуально значимые. И если говорить про визуально значимые, это скорее вот эти вот кусты на переднем плане, это как раз переход на третью зону чуть больше вправо. Белая точка, это явно граница шестой и седьмой зон, седьмая, и это небо, то есть туман, который сейчас на этот лес наполз. С чего я буду начинать обработку нашего кадра в Lightroom? С того, что я буду работать движками основной секции, то есть вот этот Basic, так называемый, вот то, что здесь находится в разделе Basic, движки основной секции, которые глобально обрабатывают фотографию, глобально. А потом уже буду вводить какие-то корректировки. Я не буду лезть в баланс белого никуда, пока нет. Мне нужно уравновесить кадры по яркостям. Поэтому что я сделаю сейчас? Я движками основной секции... А, ну во-первых, что я сделаю? Я сделаю кроп, то есть немножечко фотографию обрежу, чтобы она была чуть длиннее. Это кусовщина, да, этого можно не делать. В случае Lightroom прямоугольничек, помним, да, всегда можно задать нужный угол, пропорции. Давайте я сделаю кроп, для того, чтобы фотография была протяжная, протяженная по горизонтали. Я переведу ее в ЧБ, чтобы цвет, который хоть там и есть, не мешал сейчас для первичного анализа и обработки. Увожу кадр в ЧБ, а это английская V в случае Lightroom, перехожу в черно-белое изображение и буду с ним работать. У меня сейчас очень малый контраст в изображении. Нужно разнести точку черного и белого, добавить больше зон и в цветах, и в тенях. Поэтому сейчас движками основной секции я сделаю следующие. Я Blacks, самое черное, уведу в левую сторону, почти под ноль. Whites уведу вправо, Highlights влево, Shadows вправо. Начинаю я на самом деле с того, что я Exposure, средний тон, увожу чуть левее, я балансирую гистограмму относительно центра. А дальше тени и цвета в разные стороны разношу. White справа, Highlights слева. При высветлении цветов я тоново компенсирую чрезмерное заберение картинки, уводя Highlights в минус. То есть было вот так, стало вот так. Гистограмма расползается, как вот желе по тарелке, да, вот оно поползло. Но тем самым я уже две зоны добавил себе в кадр. У меня появилась там первая зона, у меня есть намек на восьмую, хоть и маленький пока еще. Кадр стал лучше, да. Чего не хватает? Проработки фактуры в переднем плане. То есть не хватает в принципе контрастности в кадре. Поэтому что я сейчас сделаю первое? Ну, я подниму контраст. Движок контраста позволяет мне S-образную клювую, так называемую кадру применить. То есть темное станет темнее, светлое светлее. Особенности реализации пятого, начиная с пятого, пятого, шестого CC Lightroom таковы, что контраст, вот этот стандартный движок, работает как S-образная кривая, смещенная в четверть тона. То есть воздействие на теневой диапазон примерно в два с половиной, три раза выше, чем на световую часть. То есть сейчас у меня довольно сильно контрастится передний план и немножко света. Было? Стало. После этого я буду работать с передним планом. Но что я сделаю по переднему плану? Я буду работать градиентом, потому что глобально тут уже ничего не сделаешь. Я наложу на передний план градиент. Что такое градиент в Lightroom? Это возможность корректировать какую-то из областей с параметрами. То есть то, что мы делали в глобальном нашем, в Basic разделе, я делаю сейчас в градиентах. И в этих градиентах я поднимаю Highlights, поднимаю Clarity. Начнем с Clarity. Что такое Clarity? Это локальный контраст в среднем тоне. То есть если движок контраста работает по всему диапазону, ну там с различными вариациями, то Clarity работает только в средних тонах. Поднимает тот самый микроконтраст в центральном диапазоне. Без него было блекло, с ним стало трещи. То есть как будто фактура проступила к центральной части кадра. Дальше Highlights, то есть высокие цвета. Самые светлые участки этого переднего плана я увожу еще светлее, еще правее. То есть тем самым я показываю, что вот здесь на земле есть светлые травинки. Это первый градиент. Идем дальше. Небольшие корректировки я внесу к этому градиенту. Поскольку я поднимал контраст, у меня чуть затемнились углы. И я по углам положу два маленьких градиента, которые понижают контраст в левом и правом углу соответственно. Это фактически такое дебинетирование кадра. Потому что уж больно темные пятна. Мне хочется уравновесить кадры по эркостям. Идем дальше. После этого я анализирую кадры, понимая, что мне хочется еще больше светлых областей в передний план. То есть мне мало на одну зону сдвинуть в переднем плане этот фактурный элемент. Я хочу еще на одну зону. Я положу еще один градиент на передний план, который у меня сделает фактически то же самое, что и предыдущий градиент. Но более агрессивно. Highlights, тот же Claritive Plus, тот же Shadows. Почему я использую два градиента, а не один? Потому что в Lightroom в силу того, что градиенты ложатся математически, горизонтально, либо под углом, мы можем боковым зрением прочесть визуально эту границу наложения. И важно, чтобы она была скрыта. Поэтому есть такое правило. Лучше 2-3 градиента с меньшими параметрами, чем один здоровый, который глобально по кадру асфальтным катком пройдется. Пусть они будут под разными углами, пусть они будут с меньшими значениями, но вот это вот расстояние от 100% воздействия до нулевого плеча градиента, оно будет длинное и не такое явное. Без него вот так, с ним вот так. Дальше. Будем проявлять небо. Потому что сейчас небо у меня находится в 7-8 зонах. Если я сюда добавлю сверху участки, я покажу, что там есть белая точка, что туман светлее, чем он кажется сейчас. Поэтому что я сделаю? Я положу сверху... Ну, во-первых, когда я... Сейчас забыл сказать такую вещь. Когда я работал с... Когда я работал с движками основной секции, я уже поднял Clarity по всему изображению. Потому что из-за Clarity изначально вот так, с ним вот так. То есть по всему изображению я пытаюсь поднять контраст в среднем тоне. Чем опасно использование движка Clarity чрезмерное? Тем, что у вас вокруг контрастных участков могут полезть ореолы. И такой цифровой дребезг может появиться неприятный выбеление цветов. В данной ситуации вокруг деревьев пропала вот эта вот туманная мягкость, которая деконтрастирует изображение. Поэтому что я сделаю сейчас? Сейчас я в верхней части фотографии положу один градиент, который будет понижать Clarity по этому туману. То есть было вот так, более резкие границы стало, чуть мягче вот так. Идем дальше. Теперь внесу корректировки оптические в эту фотографию. У нас есть раздел Lens Correction, который позволяет учитывать профиль того или иного объектива, с которым вы работаете, и вносить корректировки по искажению и по виньетированию. Следующий шаг. Включаем корректировку. То есть было по углам виньет чуть был виден, встало, виньет ушел. Distortion, то есть искажение, я как правило оставляю в нуле. Я редко выставляю рекомендованные Lightroom значения, потому что что делает Lightroom? Он находит ваш объектив в базе оптики и подставляет соответствующий профиль под эту фотографию. Нравится или не нравится, только вы решаете. Математически Lightroom предлагает сделать так. Вы можете избежать этих чрезмерных корректировок. Но в случае виньетирования я, как правило, хотя бы наполовину прибираю по углам затемнения. И тем самым мне отпадает необходимость светлить или темнить, наоборот, углы кадра каждый раз. Идем дальше. Следующий шаг. Я хочу поднять в кадре контраст еще больше. То есть у меня было изначально вот так. Делаю вот так, применяя кадру корректирующую тоновую кривую. Я осознательно прохожу весь инструментарий, который есть в правой панели, для того, чтобы просто показать воздействие, как оно работает. Что нам, да, то есть в правой части, что нам дает вот эта вот наша тоновая кривая, позволяет менять уровни яркости в кадре. То есть фактически это контроль за нашим диапазоном тональным и контрастом. В основе лежит наша гистограмма, которая здесь разбита на 4 секции, а не на 5, как вверху. И у нас есть 4 области воздействия. Shadows, darks, lights и highlights. В данной ситуации я хочу высветлить самые светлые участки. То есть на примерно пол зоны сдвинуть, там почти на одну зону, вправо самые светлые фрагменты. Я буду использовать целеуказатели, сужающие диапазон воздействия в правой части и highlights, уведу вправо. Не очень сильно, да, так прямо совсем сильно не будем делать, но смотрите, как меняется гистограмма вверху. Всего лишь один кусочек, из-за того, что указатель поджат вправо, позволяет мне увести под девятую зону, почти под десятую наш туман. Вот он в верхней части у меня лежит. Вот так примерно оставлю. Без отсечек, все чистенько, там вверху девятая, восьмая, с переходом на седьмую зону в цветах. После этого, ну если мы говорим про черно-белую фотографию, нам важно, чтобы черно-белые точки были выставлены корректно. Ее можно тонировать, в том же Lightroom, тонировать какой-то цвет, цветовой тон. Есть отдельная закладка Split Toning, которая позволяет тонировать отдельно тени и света. Я напоминаю тем, кто работает в Lightroom, что у нас есть. Если мы хотим тонировать в стандартный Sepia Tone, по цветовому тону это 45, ну и на освещение я оставлю 15 пунктов. То есть мы тонируем только теневой диапазон и фотография получает такой теплый оттенок. При этом цвета не тонируются, а тонируется только теневой диапазон. Причем вы можете оперировать балансом, смещать эту тонировку либо больше в тени, либо захватывая средний тона в сторону цветов. Обычно, если я тонирую фотографию, я оставляю баланс либо в нуле, либо там до 40 пунктов выставляю тонировку. То есть только тени не трогая там средний тона и цвета. Но это ситуация, когда нужно сделать ЧБ. Но все-таки мы хотим немножко поработать с цветом фотографии. Поэтому что я сделаю дальше? Я уйду из тонировки и добавлю в изображение цвет. Это английская буковка V. Это в закладке HSL. Напомню, переход между BW черно-белым и цветным HSL. Тон освещения светлота. Давайте я включу режим соло, который позволит мне видеть только одну панель единовременно, чтобы это не мешало нам. Итак, мы сейчас находимся в цветном изображении. Изначально было ЧБ вот таким. Цвет у нас появился, стало таким. Почему не страшно менять туда-сюда картинку? Потому что Lightroom это недеструктивный инструментарий. Все наши воздействия, они суммируются. То есть каждый шаг не отсекает ни в коей мере изображение по мере обработки. И только в конце, когда мы нашу фотографию либо экспортируем, там, биджипега, тифа, либо открываем в фотошопе, как графический файл, только тогда все движки применяются к этому файлу. Пока это всего лишь наши какие-то потенциальные воздействия на снимок. Поэтому смело можете гулять в ту или иную сторону, но главное, чтобы каждый шаг был осмысленным. Юрий спрашивает в чате цифровые значения, цифровые, значения движков чисто на глаз или какие-то стандартные нормы? Ну какие стандартные нормы? Все ориентируясь по инстаграме, только по изображению. Если бы были прямо стандарты, то это все вывели бы в некие движки или пресеты. Но как-то стандартизируешь. Подход, да, но не значения цифровые. То есть учитесь от цифр абстрагироваться. Пусть все-таки изображение и форма той же гистограммы стоит во главе угла. Идем дальше. Сейчас у меня вот фотография, даже цветная, имеет довольно насыщенный цвет переднего плана и небо. Я на нее смотрю и мне не нравится, ну во-первых, это синька, чрезмерно лезущая по верхней части кадра. И вот эта вот желтизна, бьющая по глазам. Что можно делать с цветом? Вариантов много. Либо Vibrant Saturation, либо баланс белого, либо HSL, тон насыщения светлота. Давайте начнем с баланса белого. В данной ситуации я приподниму баланс белого на 300 кельвинов. То есть я ориентируюсь на то, что туман у меня воспринимается глазом как ахроматичный. То есть лишенный цветовой компоненты. Понятно, что он не будет серым, этот туман. Просто мой глаз отфильтровывает излишнюю циановую компоненту. Подняв температуру в балансе белого на 300 кельвинов, я тем самым делаю кадр более теплым. Передний план еще стал желтее, еще более желтым, чем был. Но синька эта ушла. Из неба ее меньше, по крайней мере, стало. После этого, что можно делать, когда мой баланс белого выставили? Давайте поработаем с Vibrant Saturation. У нас есть два движка, которые позволяют нам поднять глобально по кадру насыщение либо всех цветов просто как есть, либо в случае, когда все цвета это Saturation, либо ненасыщенных цветов. Если я сейчас в этой фотографии понижу Vibrance и подниму Saturation, я приглушу синие тона, а Vibrance работает по сине довольно агрессивно, и промежуточные, то есть те, которые ненасыщенные. При этом, поднимая просто Saturation, я усиливаю все цвета к фотографии. То есть было вот так, стало вот так. Что еще можно здесь делать? Пойти в HSL, тон насыщения, светлота, и поработать с движками в HSL. Мы будем позже говорить про разнесение цветовых тонов. Я понижу насыщение в желтом, подниму светлоту. В оранжевом, наоборот, я приподниму насыщение, чтобы трава, вот такие оранжевые фрагменты проступили, и понижу светлоту, чтобы чуть притемнить общий тон по переднему плану. Фиолетовый немножко вылезал по углам, я его приглушил и по насыщению, и по светлоте. Ну и синий я просто прибрал слегка вот эту синьку по углам. Вот что получается. Еще у нас из движков правой секции, то о чем будем сегодня говорить, есть детейл. То есть работа с резкостью и шумодав. Но в данной ситуации я хочу немножко фотографию сделать менее шумной. Буду работать по световому и световому шумам. Шум есть в любой фотографии, даже снятый на ISO 100 в яркий полвень. Фактически у нас есть два шума в снимке. Это световой и световой. Если световой дает фактуру, то световой это артефакты, это хаотичный рассыпь точек. Его будем давить. В Lightroom это реализовано в двух группах движков. Под секцией Noise Reduction шумоподавления я буду давить световой шум, чтобы он не вылезал вот там в деревьях. А если я увеличу фрагмент, то покажу, насколько сильно при отключенном шумодаве это может полезть. Вот смотрите, отключенный шумодав показывает нам исходную картинку, которая пришла с сенсора при такой обработке. Если я включаю значение шумодава, которое в принципе световой уже на 25% по умолчанию Lightroom применяет, я могу убрать световые пятна и немножко приглушу световой шум, оставить детализацию в цветах. Ну, что здесь еще? Резкость по фотографии поднять. Также через секцию Sharpening в правой части, в верхней части, простите, секции Detail, чуть-чуть поднимая резкость, с маскированием. То есть маскирование позволяет исключать из фотографии те участки, которые мы не хотим, чтобы были резкими. Клавиша Alt, нажатая на маскирование, позволяет нам черные области исключить из маски резкости. Вот наша фотография. Умеренная, не перекислоченная, не насыщенная, при том, что изначально кадр на начальном нашем импорте выглядел вот так. Покажу просто на весь экран. И вот эта фотография после достаточно базовых корректировок. Это так, на разминочку. Сейчас, чтобы нырнуть в более сложные ситуации. Вот по этому кадру есть вопросы, ребят? Напоминаю, что я потом все равно отдам ДНГшки по шагам. Вы сможете дома это просмотреть. Если какой-то из ходов непонятен или нужно логику объяснить, дайте знать, я постараюсь это сделать. Вообще, напомню, что наш класс ориентирован на тех, кто уже работал в Lightroom. И мне не нужно объяснять, что такое crop фотографии и так далее. Все-таки надеюсь, что Lightroom для вас не в нове. Если это для вас новый продукт, ну просто посмотрите, что он умеет. А, я ждал этот вопрос чуть позже. Михаил Филиппов. Как-то Dehaze можно применить сюда? Что такое Dehaze? Начиная с версии Lightroom CC последней, вышедшей месяц назад, нам добавили в секции эффекты возможность работать с туманом, как они это назвали. Dehaze. Ну вот смотрите, просто я сейчас создам виртуальную копию и просто покажу, что даст нам Dehaze здесь. Вы можете убирать туман, либо якобы добавлять его. Ну вот давайте я его в ноль уведу. И постепенно буду, допустим, добавлять в кадр туман. Вот как меняется гистограмма. Вот я добавляю туман. Обратите внимание, что происходит. Я деконтрастирую теневой диапазон. Все уходит в средний тон, при этом безумно выконтращиваются цвета в правой части кадра. Было вот так. Этот же самый Dehaze, который работает только глобально по кадру, можно эмулировать работая средним тоном, допустим, если хотите положительные значения движка Dehaze. Вот когда вы его применяете, допустим, вот так. Давайте сделаем 25%. Вот 25%. Без него, вот с ним. То же самое вы можете получить, работая в градиенте по нижним средним тоном, поднятой светлотой и при этом еще безумно поднимается в вайбран здесь. Лезет шум очень неприятный. Dehaze работает глобально по кадру. Это очень странная фишка. Я, честно говоря, ожидал большего, когда они это все реализовали. Это хорошо, если вам не нужно фотографию обрабатывать. Как, а, от балды там ткнул, Dehaze, давай от туманчика либо убрал. Я вообще этот Dehaze не люблю, если честно. Потому что он работает только глобально, не позволяя в маске делать ничего. Фотографию портит. И вылезает грязь, шум, цвета плывут очень сильно. Недаром он живет в секции эффектов. То есть секции, где, в принципе, очень спорный функционал. Помним, что здесь у нас есть винетирование по углам математическое. Ну, шум, ладно, грейн. Его можно как-то еще хоть оставить. Но ни в коей мере не этот Dehaze. Я его очень не люблю. Не советую вам его использовать. Так. Юрий, деревья развалятся. Мне надо немного подправить вертикали. Ну, вот, кстати, вопрос хороший. Давайте смотреть. Что мы можем сделать еще в Lens Correction? Начиная с пятой версии Lightroom. Есть возможность управлять геометрией более детально на уровне профиля. Если кажется, что деревья разваливаются, вот, меняю вертикали. И, соответственно, у нас более параллельные линии становятся в кадре. Галочка Constraint Crop отсекает все то, что у нас попало за пределы выравнив. То есть, полезли белую область, и мы их отсекаем. То есть, изначально было вот так, стало так. Мне, честно говоря, нравится больше, как-то было в оригинале. Я не любитель вот такой совсем уж математики. Это была как фишка. Но, если кому-то нравится больше вертикали, пожалуйста, это можно сделать таким образом. Наш кадр был изначально вот таким. И Алексей спрашивал, нужно шире или уже градиент, или как определять. Вы имеете в виду, Алексей, плечо градиента? Об этом идет речь. Да. Самое главное при работе градиентом, чтобы плечо, то есть, воздействие этого градиента, не было видно в кадре. Если плечо короткое, вы получаете видимую линию. То есть, это только вы решаете, насколько сильным это должно быть. Если нужно, опять же, какие-то области прибрать, например, в случае пониженного клэрити, вот здесь. Это умеренные длины плечо. Его можно было и короче сделать, и длиннее, в принципе. И так, и так можно. То есть, просто туман наполз на деревья сильнее. Вот так его меньше. Тут уже вы творец. Никто не скажет, а вот должно быть так. Да нифига, просто туман сильнее наполз с пониженным клэрити на эти деревья. Вот и все. Альфия Сафанова. А потом делайте Sharp Photoshop или Sharpening в Lightroom для вас достаточен. Смотря куда мы эту фотографию потом отсылаем. Если идет какая-то сложная, допустим, работа, идущая в печать, либо мне нужно подчеркнуть какие-то области, где мне надо в маске работать шарпингом, именно в маске, тогда я иду в Photoshop. Если же фотографию можно отослать, допустим, в интернет, правая кнопка мыши, ну просто покажу, да, экспорт. Ну давайте вот маленький шарп с копирайтом, сейчас эту фотографию я, ну и через экспорт пущу. Куда мы ее закинем сейчас? Ну давайте в папку, например, ну давайте же в нашу же практика обработки. Да, прямо вот в корневичок я ее сейчас и закину. Пусть это будет стандартный шарп, так, 1300 пикселей. И 80% хватает вполне под интернет с RGB и показать ее в Finder. Ну вот, сейчас посмотрим, насколько хорошо трава прошарпится из Lightroom. Для интернетного обычного использования вполне хватает Lightroom. То есть тут нет ни перешарпа, ни перезвона нигде. Все мягко, по туману, алгоритм хорошо работает. Но любые точечные работы в маске, это, конечно, только Photoshop. Отсылаем работу через Command-E в Photoshop, возвращаем PSD-шник и наступает счастье. Ну хорошо, пойдем дальше. Давайте поговорим про наши черно-белые точки, еще и динамический диапазон. Тоже на примерах. Когда что мы будем использовать.